приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы если вы смотрите наш блог о путешествиях то наверное видели в этом году мы посетили чудесную страну Молдавию и влюбились в нее ну в первую очередь конечно влюбились в невероятно гостеприимных и добрых людей на втором месте я наверное все-таки оценил и поставил молдавскую кухню и естественно из Молдавии как из любой другой страны мы привезли несколько интересных блюд хотим снять несколько видео по поводу плацинды плацинда национальное молдавское блюдо перекликается очень с многими средиземноморскими блюдами но мы говорим сейчас в данный момент именно о молдавском блюде плацинда бывает разная бывает мясная, делается в виде рулетика, называется вертуны бывает плацинда с картошкой, бывает плацинда с творогом, бывает плацинда с сыром блюдо очень вкусное и совершенно неповторимый вкус и неповторимый вид этому блюду придает именно тесто, из которого эта плацинда делается тесто не простое, так сказать, а тесто вытяжное ну вот собственно говоря, сегодня мы приготовим первую плацинду плацинду с мясом или вертуны на самом деле очень вкусное блюдо, как самостоятельное блюдо так и его можно ставить в качестве закуски на праздничный стол вот и естественно начнем с вытяжного теста думали, что это сложно, но Лариса попробовала несколько раз потренировалась и теперь говорит, что не сложно Итак, друзья, для приготовления плацинды мясной мы будем делать 4 штучки, 4 плацинды нам понадобится 2 стакана муки, 2 трети стакана водички, 3 ложки растительного масла, 2 ложки уксуса и половина чайной ложки соли для начинки мы взяли 200 грамм фарша и 1 луковицу, друзья и собственно говоря, начнем с самого интересного начнем с вытяжного теста начнем, друзья для того, чтобы приготовить вытяжное тесто для плацинды в первую очередь надо, естественно, просеять муку ну, просеиваем для того, чтобы в тесто не попали никакие внешние артефакты и для того, чтобы само тесто было более воздушное хотя в данном случае о воздушности речи не идет вы потом увидите это тесто, оно очень интересное оно такое, как жвачка просеяли муку добавляем в тесто все приготовленные ингредиенты соль растворим в стаканчике с водой для того, чтобы она равномерно распределилась по всему объему теста так же сюда добавляем уксус и мусор хорошенько перемешаемся добавим тесто и начнем его вымешивать после того, как тесто вобрало воду начинаем вымешивать его руками и сколько мы будем вымешивать, Ларис? ну, долго его надо вымешивать? ну, пока не перестанет отлипать от рук то есть пока оно не станет эластичным буквально там минут пять, наверное, я думаю, достаточно вот таким вот образом, друзья, вымешиваем тесто в течение пяти минут пять минут вымешивали тесто и вот оно получилось такое плотное и при этом эластичное формируем из него такой вот кругленький шарик и оставляем его в теплом месте на полчаса, друзья пока наше тесто отдыхает, друзья, приготовим начинку для начинки мы взяли фарш фарш приготовили ну, в принципе, фарш можно делать любой мы приготовили смешанный фарш из жирной свинины и говядины жирной свинины добавили для того, чтобы начинка была сочная и на крупную терку подпотрем наш фарш лук по традиции немножко поплакали и добавим наш фарш, черный перец и соль по вкусу черный перец опционально если вы любите черный перец, можно добавить больше если не очень любите, можно добавить меньше вот так вот щепоточку соли чтобы не пересолить фарш но в то же время, в общем, как кому нравится кому нравится более соленое, можно более соленое кому менее соленое, можно менее соленое и после этого тщательно перемешаем все ингредиенты и начинки, друзья и вот теперь, друзья, начинается самое интересное а именно волшебство с вытяжным тестом нам понадобится большая досточка, которую надо ну, у нас досточка каменная но в любом случае и деревянную досточку тоже надо немножко смазать маслом то есть, ну, не сильно жирно намазать, а чуть-чуть намазать делим тесто на порционные кусочки то есть, у нас будет 4 плацинды значит, соответственно, делим на 4 кусочка видите, тесто получилось тугое такое то есть, оно уже интересное, оно уже необычное но когда вы увидите, что с ним происходит я первый раз, когда увидел, я очень сильно удивился придаем порционным кусочкам более-менее ровную форму то есть, там, где мы разрывали тесто ну, как бы, подминаем его вот почему-то все кулинары, в том числе Лариса предпочитали тесто не резать, а именно разрывать не знаю, почему не делится со мной опытом говорит, что удобнее, но вот мне удобнее было бы разрезать разравниваем кусочек теста в лепешечку и немножко раскатываем его теперь смазываем очень обильно маслом с двух сторон, да? то есть, вот так вот, хорошенько, растительным маслом с двух сторон намазываем наше тесто и оставляем его в таком виде, друзья, еще на 15 минут па-па-па-пам! самый главный момент наше тесто отдохнуло, друзья и теперь, вот, собственно говоря вы поймете, почему оно называется вытяжное это тесто используется в очень многих средиземноморских регионах ну, и не только средиземноморских например, черноморских в Болгарии очень много блюд, например из такого же вытяжного теста как называются эти болгарские вкусняшки? не помнишь? ну, болгарские сейчас банницы банницы, точно, да, банницы в Болгарии это вот похожее блюдо называется банница раскатываем вот так вот тесто опять же таки досточку немножко смазали растительным маслом ну, вот, теперь пробуем тянуть вытягиваем каждый краешек начинаем со срединки и аккуратненько вот так вот тянем в разные стороны роняем фотоаппараты ну, это по сравнению с тестом и вы видите, друзья оно становится практически прозрачное вообще оно такое тонюсенькое становится стараемся чтобы его не порвать аккуратненько тянем если порвется, ничего страшного так как мы его будем сворачивать ну, лучше, конечно, не рвать вот сейчас очень хорошо видно просвечивается просто просвечивается рельеф ну, не рельеф, рисунок камня через тесто вы видите, какое волшебство? давай я это уберу, чтоб тебе не мешало мы приготовили противень я его вот только что убрал сейчас поставлю застелили его тефлоновым ковриком тефлоновые коврики продаются на Алиэкспресс очень толковая штука стоит всего лишь доллар многоразового использования если нет тефлонового коврика то застилайте свой противень пергаментом для выпекания а вот и первая дырочка ничего страшного я, когда, друзья, первый раз это увидел я думал, Лариса балуется с каким-то бубльгумом оказалось, нет тесто вот напишите в комментариях, пожалуйста вы когда-нибудь видели такое? ну, конечно, люди, которые живут в Молдавии понятно, что они видели а вот я реально очень много блюд и у нас тоже делаются поэтому это для тебя диковинка а какие у нас блюда? ну, с вытяжного теста, допустим делаются разные штрудли то есть яблочные с маком еще с разными бабушка делала из дрожжевого ну, в принципе, из вытяжного он получается очень вкусный так, ну, я думаю, что в принципе мы сильно извращаться не будем это вот достаточно слушай, оно реально прозрачное его как бы еще можно тянуть ну, я думаю, что теперь порционно выкладываем начиночку чуть-чуть не с самого краешка возьмем ну, такую колбаску выкладываем чтобы можно было завернуть как вы догадались ну, эта плацинда именно с мясом она имеет второе название вертум поэтому сейчас мы будем вертеть а как вертеть? Лариса сейчас покажет заворачиваем наше мяско вот завтра мы будем готовить плацинду с творогом и зеленью и там, конечно, она не круглая она прямоугольная тесточки значительно более критичные вот в этом тесте они не такие критичные и, друзья, теперь простыми движениями вот таким вот образом свертываем наш вертун конечно лучше вертун сам вертелся но не хочет он у меня штатив скрипит как потертое седло свернули вертун получается у нас вот такая вот длинная колбаска мы его еще вот таким вот вот таким вот образом и наверное не совсем по традиционным рецептам пробуем и помещаем ее на противень но, друзья, мы все готовим каким образом мы пробуем вкусное блюдо где-нибудь в путешествии и потом вместе с Ларисой думаем как это блюдо воссоздать конечно не без того что мы смотрим какие-то видео находим первоисточники но в первую очередь по каким-то личным ощущениям точно так же делаем второй вертун еще раз покажем как Лариса будет вытягивать вытяжное тесто а в это время, друзья, я включу духовку и разогрею ее до температуры 180 градусов да, во время работы с этим тестом ну как бы как и досточку как тесто, так и руки смазываем растительным маслом дырочка ай-яй-яй ну ничего страшного дырочка не беда вот в завтрашней плацинде дырочка будет так сказать более критично а в вертуне так как он вертится ничего страшного молдаване там это блюдо готовят постоянно у них конечно больше опыта с таким тестом кстати, друзья если будете в Кишиневе не пожалеете в центре города ну в 100 метрах от центра города есть достаточно большой ресторан молдавской кухни называется Ла Плацинда или Ла Плацинда как правильно Ла Плацинда Ла Плацинда да потрясающее место такое домашнее вино я вот реально следующую поездку летом мы на Мотоке будем ехать куда-нибудь может в Грецию и я опять хочу поездку спланировать через Кишинев только для того чтобы посетить этот ресторан и набраться там еще вкусных рецептов вы не поверите я все меню там перефотографировал вот таким вот образом друзья растягиваем и второй так сказать второй порционный второе порционное тесто и точно так же выкладываем на него фаршик и После этого приступаем к заворачиванию второго вертуна. Завернули и начинаем вертеть. Если тесто начинает прилипать к рукам... Оно не прилипает, просто чтобы... А, чтобы оно смазать еще, да? Да, более обильно смазанное, немножко добавлять в масло. А вот интересно, его нельзя так, как в мультике? Помнишь, мужичок, ты по что животинку тиранишь? Не видишь, что ли? Змея запускаю. Хочешь запустить вертуна? Ну да. С какой целью? Ну, чтобы он завертелся сильно. Сворачиваем, друзья, простите, пожалуйста, за наше хорошее настроение. Сворачиваем второго вертуна и помещаем его тоже на противень подготовленный. Точно так же делаем остальные вертуны. Мы вот их сейчас пожарим. Ну, собственно говоря, я разогрел духовку. Сейчас все покажем. Еще надо смазать маслицем. А, сверху тоже растительным, да? Да, да, да. Вот, видите, несведущий вертунах, сверху вертуны наши смазываем растительным маслом. Яйцом не смазывается, как, допустим, буреки. Не, можно яйцом смазать, но это больше будут потом булочки уже такие. А нам надо получить плацинду. Все, Лариса, в духовку их? Да. Духовка разогрета до 180 градусов. Помещаем плацинду в духовку на 20 минут. Ну, 20 минут время ориентировочное. Я включаю секундомер. Мы точно засекаем время, сколько она будет готовиться. И как только она будет готова, мы скажем вам точное время, друзья. Выпекалась плацинда, друзья, чуть дольше, чем мы рассчитывали. Полчаса прошло времени. Я засек время. И вот она готова. Достанем ее. Вот такие вот у нас замечательные вертуны получились. Друзья, охладим, ну, дадим ей остыть немножко и будем дегустировать. Ну что, друзья, отведаем вкус о солнечной Молдавии. Плацинда. Горяченькая. Класс. Вкуснота. Получилось то, что надо. Слоеное тесто. Ну, вот не слоеное, а именно вытяжное. Немножко хрустящее. Внутри очень сочная начинка. Вообще супер. Начинка такая сочная. Даже не ожидал. Ну что, друзья, молдавская плацинда или вертуны с мясом, как-то они еще вергуны называются. Ну, в общем, уважаемые молдаване, если я неправильно называю, простите, но вот именно такое блюдо мы пробовали в прекрасном ресторане в Тишиневе. Ресторан называется «Ла Плацинда». Я его очень рекомендую. Получилось очень вкусное блюдо, просто потрясающее. Поэтому пробуйте. Я думаю, что у вас тоже получится. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новое кино. Всего доброго. Пока.